Важная персона 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 с численностью до 50 человек. Свыше 50 человек будет отчетность приниматься по интернету. Отчетные документы в настоящее время принимаются одним специалистом. Если раньше у нас специалисты принимали расчетные ведомости в двух кабинетах, в одном расчетные ведомости, в другом сведении ПУ. На сегодняшний день эту отчетность принимает от одного бухгалтера один специалист. Это очень удобно. Бухгалтер уже знает своего куратора. И каждый месяц будет приходить к одному и тому же специалисту пенсионного фонда, сдавать отчетность, корректировать ошибки. И поэтому мы думаем, что несвоевременно с данными отчетными данными у нас неприятностей уже не будет. В Анапе прошли первые краевые соревнования по многоборью защитники Отечества среди допризывной молодежи Краснодарского края. На стадионе «Спартак» собрались команды 43-х муниципальных образований. Юные спортсмены в возрасте от 14 до 17 лет доказали, что с физкультурой и спортом они дружат и к военной службе вполне готовы. Подробнее Ксения Платонова. Служить Отечеству – дело нелегкое, которое требует много сил и хорошее здоровье. Будущие защитники Отечества должны быть готовы к службе в армии. Первые соревнования по многоборью среди допризывной молодежи Краснодарского края состоялись в Анапе. Они проводятся в целях реализации долгосрочной краевой целевой программы допризывной подготовки молодежи к военной службе. Эта программа стартовала в этом году и будет проходить в течение 4-х лет. Целью которой является повышение физической подготовленности допризывников Краснодарского края, подготовка их к военной службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Атмосфера серьезных спортивных состязаний царила на стадионе «Спартак». Ведь для участия в этих финальных соревнованиях приехали лучшие допризывники из 43-х муниципальных образований края. Эти ребята стали победителями первого этапа, который проходил непосредственно на местах. Будущие призывники выявляли лучшего в четырех видах многоборья. Они плавали, подтягивались на перекладине, прыгали в длину и бегали в стометровку. Лучшей командой стали представители Краснодара, а наобчане тоже смогли отличиться в соревнованиях. В личном первенстве Дмитрий Мирошниченко завоевал бронзу. Ксения Платонова, Роман Карпов, Анапа-регион. Завтра, 13 октября, на территории Краснодарского ипподрома пройдет агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка-2011». Вне примут участие крестьянско-фермерские и личное подзодное хозяйство представителей малого бизнеса агропромышленного комплекса Краснодарского края. Цель ярмарки – оказание содействия в производстве, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, обмен опытом и внедрение новых методов ведения сельхозпроизводства. Экспозиция разместится на 10 тысячах квадратных метров, где будет представлена продукция кубанских предприятий. Это животноводство, растениеводство, садоводство, виноградарство, цветоводство и пчеловодство, рыбоводство, переработка и производство продовольственных товаров и биопродукты, товары народных промыслов, а также средства механизации и оборудования. Кубанская ярмарка продлится до 16 октября. На ярмарке аграрии Анапы могут наладить деловые связи, узнать о новых технологиях в сфере сельского хозяйства. Также на ярмарке любой желающий может купить отличную кубанскую продукцию по низким ценам. Итоги 20-го тура чемпионата Краснодарского края по футболу радуют анапчан. Анапский парус одержал победу над новороссийским черноморцем. Футболисты анапского паруса на домашней площадке показали техничную и красивую игру. Итогом игры стала уверенная победа паруса. Анапчане выиграли со счетом 4-0. Такой счет в пользу нашей команды не может не радовать анапских любителей футбола. По итогам 20 проведенных матчей наша команда занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая на 4 очка от команды «Жемчужина Сочи». Ну а какие сюрпризы преподнесет нам погода завтра, узнаем у Татьяны Григорьевой после небольшой рекламы. В эфире телевидение «Анапа. Регион» прогноз погоды на 13 октября. Здравствуйте! Партнер выпуска – магазин «Голден Леди». По прогнозам синоптиков, завтра в Анапе пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха – 18 градусов тепла днем, а ночью термометры покажут 15 градусов со знаком «плюс». Ветер северный, северо-западный – от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме – 758 миллиметров ртутного столба. И несколько слов о нашем спонсоре. Магазин «Голден Леди». Домашняя одежда, интересного дизайна и отличного качества только для настоящих леди. Магазин находится по адресу город Анапа, Ленина, 15. Это все о погоде на завтра. А я с вами прощаюсь. Удачи и хорошего настроения! На этом у меня все. Далее реклама от нашего партнера, салона подарков «Важная персона». Если хотите всегда быть в курсе событий Анапского региона, смотрите нас ежедневно в 19.30 на канале РЕН-ТВ. А я прощаюсь с вами. Увидимся завтра. Салон «Важная персона». «Важно, что ты есть». Анапа, улица Ленина, 15. Важная персона. Важно, что ты есть.